Чебоксарское музыкальное училище Да, у нас этот период называют Павловскими днями. Это горячая пора концертов, мастер-классов, различных семинаров. Да, и кумуляцией всех этих мероприятий будет большое событие 12 декабря в Театре оперы и балета. Вот в 4 часа большой гала-концерт. Да, это не просто концерт, потому что в этот день у нас проходит и творческий форум, который является совершенно новым явлением для нашего музыкального училища и, наверное, совершенно новым форматом для празднования юбилея. И по этому поводу у нас в гостях сегодня гость особенный, директор Чебоксарского музыкального училища Светлана Владимировна Белауз. Мы очень рады вас здесь видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вот, Светлана Владимировна, наверное, для вас юбилей училища – это все равно, что юбилей родного человека, можно так сказать. И чем старше родной человек, тем больше ответственности за проведение. Да, 90 лет. 90 лет – это очень серьезная дата. Это очень серьезная дата, конечно, если надо сказать, что Чебоксарское музыкальное училище, кузница Кардов, по большому счету, всех творческих коллективов, которым сейчас работают в Чувашии, в основном все основные музыканты, выходцы как раз с Чебоксарского музыкального училища, они его наполняют, питают. Ну и, соответственно, мы как профессиональная организация занимаемся воспроизводством кадров и дальше обучаем, ведем вот эту свою линию уже на таком, скажем, на современном уже этапе. Ну, вы как человек на таком посту можете поделиться своим настроением или впечатлением, или какие-то итоги, подвести вот всех наших мероприятий этой горячей осенней поры? У нас музыкальная осень выдалась. Ну, мы сидели, думали просто всем нашим оргкомитетом, в каком формате мы будем это все проводить, потому что не хотелось замыкаться на концерте, обычном концерте. Хотелось как-то разделить наш праздник со всеми нашими коллегами, и коллеги, и студенты, и родители, и партнеры, и социальные партнеры. То есть все, с кем Чебоксарское музыкальное училище дружит, кто может прийти, увидеть что-то новое, посмотреть тенденции развития, полюбоваться достижениями наших студентов. Достаточно, я хочу сказать, высоким профессиональным уровнем, это даже скрывать нам не нужно. У нас прошла серия концертов, каждое отделение читалось, показало, да, мы все были свидетелями. У нас практически каждый день были концерты, мы отбирали номера, мы просматривали, мы смотрели о том, чтобы, ну, во-первых, это было зрело, академично, потому что театр оперы и балета – это очень высокая планка, очень высокая сцена, и чтобы туда попасть, я думаю, что должны быть, конечно, были самые лучшие. Я считаю, что нам очень повезло, что, будучи студентами, мы как раз оказались свидетелями 90-летия, потому что это историческое событие, вот, и в связи с этим у нас в училище как раз-таки побывала студия «Чувашкино», они снимали фильм о нашем училище, поэтому сейчас мы предлагаем посмотреть небольшой отрывок, как раз-таки, а полный фильм покажут уже в Театре оперы и балета 12 октября, декабря. Декабрь. Давайте посмотрим. Идея создания профессионального музыкального учебного заведения возникла еще в середине 20-х годов XX века, но воплотить задуманное удалось лишь в 1929 году с появлением первых успехов в культурном развитии страны. Инициатива создания учебного заведения принадлежит основоположникам Чувашского профессионального музыкального искусства, композиторам Степану Максимову и Федору Павлову, которые получили образование в основанной Иваном Яковлевым Симбирской Чувашской учительской школе, где хорошо было поставлено музыкальное обучение и воспитание. На сегодняшний день в республике несколько высших музыкальных учебных заведений. Однако училище было и остается уникальным центром подготовки специалистов в сфере музыки непосредственно в Чувашии и для Чувашии. Ежегодно более 80 выпускников поступают в Высшее музыкальное образовательное учреждение России. Из стен учебного заведения выходят молодые специалисты различного профиля, исполнители на народных и духовых инструментах, дирижеры-хоровики, пианисты, вокалисты, теоретики и музыканты-струнники. Развитие Чебоксарского училища имени Федора Павлова как в прошлом, так и в настоящем всегда было связано с состоянием и проблемами современной музыкальной культуры республики. Возникают новые отделения, дающие новые специальности. Другие, чтобы идти в ногу со временем, совершенствуют методику преподавания. Сегодня Чебоксарское музыкальное училище имени Федора Павлова динамично развивается, обретает новых друзей, поклонников далеко за пределами Чувашии. Сегодня есть все основания говорить, что учебно-образовательный комплекс, носящий имя Федора Павлова, сохраняет и продолжает традиции отечественного музыкального образования, оберегает и приумножает культурное наследие предыдущих поколений. Светлана Владимировна, возвращаясь к теме нашего юбилея, расскажите, пожалуйста, поподробнее о плане мероприятий 12 декабря в Театровое пире балета. Наш юбилейный вечер, даже день, юбилейный день будет делиться на две части. Первый мы делаем непосредственно вот этот творческий форум, куда мы приглашаем профессионалов, любителей, коллег, обсудить животрепещущие проблемы. Мы их выделили для себя две. Это будут две панельные дискуссии, связанные с цифровизацией образования, то с цифровыми технологиями, именно с музыкальным образованием. То есть понятно, что сейчас цифра идет вперед, технологий тоже достаточно везде, а вот мы очень достаточно академичны. Понятно, что у нас есть инструменты, наши руки, но тем не менее есть определенные области, где уже и цифровые технологии электронные, они уже активно вступают. Поэтому мы хотим познакомить все, что у нас здесь есть, что новое. Для этого мы пригласили ведущих разработчиков-специалистов города Москвы. Это издательство «Музыка», которое, по-большому, боюсь, без всяких бедняков сказать, что это единственная вообще организация и издательство, которая занимается вот таким направлением. Она сейчас заняла свою нишу, и она спешит поделиться, будет проводить мастер-классы, будет проводить презентации. Очень бы хотелось, чтобы сюда приехали и директора посмотрели. И плюс даже и музыкальные работники детских садов, и учителя музыки, потому что технологии одинаковые, то есть принцип подхода к обучению одинаковый. На этот принцип можно положить любое содержание музыкальное, особенно если связано с групповой формой обучения. То есть это будет такой свободный вход, можно всем желающим прийти? Свободный вход. Мы в 11.30 начинаем, открываем выставку. Мало того, что помимо панельной дискуссии, вот то, что я говорила, вот первая цифровизация, вторая, у нас будет панельная дискуссия, связанная вообще со системой, трехуровневой системой музыкального образования. ТШИ, СПО и ВУЗа. К нам приедут проректора наших ведущих консерваторий по Волжье, это город Казань, Нижний Новгород, Астрахань. Здесь как раз мы будем затрагивать, мы будем здесь встречаться и говорить, глядя друг другу в глаза. Это наша, опять же, наша школа музыкальная, наши преподаватели-директора. Мы, музыкальное училище, наши ВУЗы. А о проблемах, что такое, что нам мешает на сегодняшний момент времени, какие у нас проблемы с качеством образования, на каком этапе они возникают, потому что есть проблемы. Есть проблемы у нас в ТШИ, есть проблемы в СПО. И наверняка есть проблемы, как раз три региона у нас будут представлены. Я думаю, что и у них тоже будет есть что сказать, может быть, и высказать какие-то претензии, потому что у нас активно как раз поступают наши студенты и становятся абитуриентами этих ВУЗов. Правильно, все опознается в сравнении. И действительно, насчет панельной дискуссии как раз таки вы сказали. Поясните, что это значит. Панельная дискуссия, то есть, ну это новое такое явление, мы сейчас с вами очень активно, да, очень модное слово. Некоторых оно, может быть, немножечко так напрягает, некоторых раздражает. Это что? Это дискуссия, значит, на сцене сидит модератор, который управляет мнениями гостей, то есть гости. Они приезжают, у них есть своя точка зрения, есть тема, есть вопросы. Модератор уже формирует дискуссию. Вытекает, и все слушатели, которые сидят в зале, они имеют возможность задать вопросы, поэтому мы собираем целевую аудиторию, именно профессиональную целевую аудиторию. И очень бы хотелось, что помимо детских школ искусств, очень бы хотелось быть там учителем музыки. Слышных школ. И, да, общеобразовательных, и музыкальных работников детских садов. Почему? Потому что, ну мы не только готовим солистов-исполнителей в школах искусств, нам еще нужно общество, которое потребляет вот этот наш итоговый культурный продукт, который будет ходить на наши концерты, в филармонии, в театр, оперы, балеты. То есть нам в любом случае нужно создавать единую какую-то культуру, образную среду. Интересно, что-то подобное вообще проводилось в республике? В нашей республике нет. Такие темы не затрагивали, и я думаю, что уже настал момент, когда мы должны об этом говорить. Потому что мы профессиональная организация, мы должны задавать тон, мы должны вести, мы должны сами развиваться и, соответственно, развивать окружающих наших подведомственных детских школ искусств и других организаций. Да, как показывает мировой опыт, развитие культуры вообще в целом приводит к всецелому развитию общества. Поэтому это очень ответственный первый шаг, который принесет прекрасные плоды. Да, плюс ко всему мы решили сделать обычно вот такие вот, скажем, творческие проекты, как вот мы сделаем в один день. Делается вообще в 3-4 дня. Потому что там обычно проходят сначала выставки. Мы приглашили сюда, приехали сюда, ведущие разработчики, производители отечественного инструментария. Это компания «Медиус Санкт-Петербург», это «Рояли Фортепиано». Это компания «Мир МИО», это ассоциации производителей отечественных музыкальных инструментов. Это компания у нас «Дигитс», это цифровые технологии, которые под ключ формируют полностью все решения, связанные под вашу задачу, под вашу проблему. От щелчка там все открывается, звучит, что там выключается, в общем, проецируется, все это возможно. Конечно, это компания «Кассио» с нашим дистрибьютором. Здесь магазин «Музыкант», и вот они уже тоже будут показывать, потому что, ну, понятно, что у нас и синтезаторы, и цифровые пианино, они очень сейчас актуально востребованы, есть определенные проблемы, есть сложности, они это все объясняют, рассказывают. Мало того, что это вот будет выставка, параллельно еще будут проводить мастер-классы. То есть мы вот как бы для себя определили, да, очень быстро и скротично. Каждая панельная дискуссия – это час 15. Мастер-класс – это где-то 45 минут. Мы где-то для себя 4 мастер-класса определили за это время, которое мы должны сделать. Но, тем не менее, тем не менее, надо отметить, что наши организаторы-производители, они дали добро, они согласились сюда приехать. Они приезжают конкретно на целевую аудиторию. Почему? Потому что сейчас политика государства выделяет денежки наши на модернизацию, на обеспечение инструментарием, библиотечным фондом новым, да. Опять же, цифровизация, она никуда не делась, это уже национальный проект идет у нас уже, и в образовании мы к этому идем. И установка-то идет конкретно на отечественные производители. То есть, а где они еще это могут посмотреть, пощупать и поговорить, вот так вот просто посмотреть и спросить. Потому что очень много страхов, все говорят, что все наше отечественное, все плохое. Почему бы не поговорить с производителем уже на профессиональном языке, да, а не так вот где-то, когда мы закупки покупаем, и непонятно, чего мы там, какого кота в мешке мы берем. Ну, кстати говоря, вы завели как раз-таки разговор о новых инструментах, о новых и цифровых инструментах, в том числе в этом году. Благодаря вашим усилиям мы получили столько прекрасных новых фортепиано и много различных инструментов. На новом, хорошем, качественном инструменте. Я думаю, что как раз в 90-летие это огромный подарок нашего правительства, да, Чуковской республики, нашего министерства, они услышали нас. Они говорили о том, что, мы говорили о том, что, ну, понятно, что парк, конечно, устарел. Тут мало сказать устарел, он просто уже по челбозе, как говорится, да. И тем не менее, да, у нас процентов 80 мы уже оснастили, нам еще дают денежку на следующий год. И поэтому мы уже вот как раз заниматься будем цифровизацией, мы будем докупать музыкальные инструменты, немножечко библиотечного фонда, постараемся обновить наш оркестр народных инструментов. И я планирую, что все-таки мы создадим определенный некий ресурсный продукт, ресурсный центр на базе Чебоксарского музыкального училища именно в цифровом направлении, где сможем учиться сами. Прежде всего, это понятно, что мы будем учить своих педагогов, учить преподавателей теоретических дисциплин детской школы искусства. Ну, и, может быть, даже где-то впереди пойдем и поведем за собой другие СПО. Очень здорово. Мы как раз этот вопрос поднимали, когда разговаривали с теоретическим отделением, что не хватает специалистов как раз теоретических дисциплин. И будет очень здорово, что именно от нас они живы идут. У нас и дети боятся этот предмет, особенно с альфеджио. Наверное, это пугающе звучит. Да, и с альфеджио, там уж ладно слушание музыки, музыкальная литература. Даже я знаю, что есть именно не оцифрованное, а именно как электронное обучение, электронный продукт. Вот школа игры на фортепиано, да, Ва Николаева, от которого уж традиционно, даже я училась на этом, то есть очень старинный сборник. То есть его умудрились, мне самое интересное, должны привести издательство «Музыка», показать, что это такое делается. Потому что когда я была в Москве и была у них, они меня приглашали, показывали сам процесс разработки, как это все делается. Это очень сложно. Это столько авторов, это столько звуковых, видео каких-то там инсталляций, чтобы спословых, чтобы это все донести. А ребенку сейчас нашему что нужно? Ему, и он же у нас настолько непоседлив, его же нужно через игры, вот через вот эту всю нашу цифровую технику его надо как-то привлечь. Я думаю, что это очень будет интересная замануха для них. Вот то, что есть такие стремления, это очень воодушевляет и вдохновляет. И вот когда вы говорите о этих новых технологиях, вот правда встает вопрос, это приведет к изменению вообще методик преподавания, которые у нас имеются? Потому что новое-новое, а преподаватели как бы старые школы. А вы не замечаете, как у нас? Каждым годом мы вообще меняемся. У нас обороты меняются, у нас новые слова появляются, панельные дискуссии у нас появляются. Ну хотя бы, да. Я к тому, что мы очень прям каждый год, и он постоянно идет в таком активном движении. А новые предметы в программе могут появиться? Я думаю, что они просто будут усовершенствоваться, потому что содержать, которые есть, то есть их будут переводить просто на другие форматы. Потому что новых знаний, как договор, их уже нет у нас всем нот, да, и правил у нас, и гармония у нас, как бы была гармония, и законы гармонии. Их уже никуда не изменишь. Вот интересно, заметьте, что у нас помимо преподавателей с профессиональным, естественно, музыкальным образованием, на многих должностях, административных в том числе, работают люди, да. Это, ну, что далеко ходить, вы наш директор, и вы по специальности закончили вокальное искусство, вокальное отделение. Да, 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 да. Это и Ольга Евгеньевна Охтерова, наш завуч, и... Михаил Владимирович Мулин. Да, он тоже вокалист. Он тоже вокалист, выберет только. Мой педагог по фортепиано Ирина Владимировна Никитина, да. Да, и вот, и вот, Светлана Владимировна, вы, заслуженные работники культуры Республики Морео тоже. То есть это же так здорово, когда люди, работники администрации, они, прежде всего, и сами музыканты, то есть действительно понимают проблему музыки. Профессиональное отношение к делу, особенно управленческое, вот этот менеджмент, который в искусстве, это, конечно, это большая проблема на сегодняшний момент, как оказывается, потому что, мало быть, творческим человеком надо иметь, еще тверую, твердую голову, да, трезвую, трезвую голову, умную голову, чтобы, да, отвечать не только за свое творчество, но и за определенное количество людей. Неважно, какой коллектив, большой или маленький. Кстати, мы, возможно, вас сейчас удивим, и это будет немного неожиданностью, но у нас есть небольшой отрывок с ваших выступлений. Может, давайте посмотрим? Очень давно уже выступала. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Светлана Владимировна, хочется задать вопрос. В какой-то момент вам пришлось делать выборы между творческой деятельностью, концертной деятельностью и должностью директора? Вы продолжаете выступать где-то? Ну, с каждым годом все меньше и меньше получается так, что все-таки засасывает административные работы, и как-то уже большое удовольствие получаешь от качественно сделанного документа, больше, чем от полученного удовольствия от выступления. Ведь от души она все равно нужна, вы как фактически человек. Нужна. Я согласна. Я согласна, что да, нужно петь. Для этого у меня есть своя собственная площадка. Это фестиваль, международный фестиваль конкурсовского романса «Белая акация». К сожалению, не так часто мы ее делаем. Проводим. Это раз в два года. Вот нынче, в феврале мы планируем провести тринадцатый фестиваль. Большие гости заявлены, члены жюри. Действительно, у нас международный не просто так. Между народами по Волжье приезжают у нас и дальние зарубежья, и ближние зарубежья, и Российская Федерация очень хорошо представлена. Но по рейтингу это третий конкурс у нас в России, уже по статусу среди камерных конкурсов по русскому романсу. Большая работа. 2001 года у нас идет этот фестиваль. Очень хочется выставлять наших детей, потому что там широкая палитра участников номинаций. Это и студенты, и вузов, и СУЗов, и профессионалы, и дети. То есть у нас есть малая акация, есть основная акация. То есть мы активно вовлекаем вот этот камерный, исключительно патриотичный жанр российский, нашу Российскую Федерацию наших участников. Ну и, соответственно, еще и за пределы, потому что иностранцы очень любят петь русский романс. Здорово. Светлана Владимировна, спасибо вам за этот разговор, за эту беседу. И вообще очень приятно, что нами руководите именно вы. Спасибо. И мы желаем вам творческих успехов, потому что ваш успех – это и наш успех тоже. Тем временем наша передача подошла к концу. Да. Всем хорошего настроения и снова до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова